МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Яны наближали перемогу. Сёння 75-ю годовину вызволения от нацистских захопников отзначил добрыш. Сябры и однодумцы перспективы развития хромадского объединения «Белая Русь» отмерковывали на сустрече у Гомеле. Любимый дворик, больше, как 130 гомельских дворов, провели в парадок с початку года. А зараз об гэтым иншим больше подробязна. Перед работы нового посла России у Беларуси Михаила Бабича повинен стать самым активным и прорывным. Такую надею Александр Лукашенко выказал сёння подчас сустречи с российским дипломатом, який по сумешальнистве мая яше особливый статус спецпроцтовника президента России по развитию гандлёвого экономичного супрацовниства с Беларусью. Я хотел бы, чтобы ваш период работы в дипломатическом ведомстве посольства нашей братской России в Беларуси был самым активным, эффективным и прорывным. Если вы на это настроены, а у меня именно такое впечатление, что вы именно настроены на такую работу, считайте, что у нас так и получится. Это будет период самого яркого расцвета наших отношений с Российской Федерацией. Галунной экономичной и политичной новиной союзной державы на этом тыдне станет пятый форум регионов Беларуси и России, який стартует в Могилёве. В пятницу кульминации масштабного мероприемства станет пленарное посаджение, о котором примутся дел президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин. Плануется, что лидеры проведут и двухбаковую сустречу. Молитва за мир, вахта памяти, приём ветерана и громадско-патриотичная акция «Зародный край». Сегодня у Добруши отзначили 75-ю годовину вызволения. Алексей Нцеров наведал в шерах мероприемства. Мероприемства с на годы 75-й годовины вызволения Добруша открываются акции «Молитва за мир». Ровно в 9 годинах ранится во всех православных храмах района починается святочное богослужение. Настоятель прихода храма святого благочинного князя Олега Бранска Иерей Алексей каже, что это особливая служба. В существенном свете шмат военных конфликтов, поэтому молиться за мир необходимо особливо отбайно, и, как можно больше, часто. Каждодневно, ежеминутно, ежесекундно. Ведь, учитывая, сколько в мире распри и раздоров, все-таки хотелось бы, чтобы она исходила от каждого человека и, в первую очередь, от чистого сердца. Эту братскую могилу по рашению такочасных местовых уладов створили в 1949-м, когда сюда перенесли останки червона армейцев из некоторых инжих мест. В 1960-м усталевали скульптуру солдата, в 92-м плиты с именами загинувших. Правда, тогда докладно ведали только коля 100 прозвищев. Дякую, чепотшуковой работе, теперь невядомых не засталось. На гранитных плитах именные войсковые звания у этих 286 похованных у этого места написать полную историю Великой Ачины, на сторонках, якой можно будет рассказать об у всех удельниках, задача непростая. А проща воинских похований у червона армейцев, в которые загинули под час Великой Ачины, на Дубровской земле шмат и таких вспомников. Михаил Афоненко, 1897 года народжения, это призывный взрослый, и он помер в 1951-м, что мы ведаем об этом человеку и его укладе в огоньную перемогу. Вывучение маловядомых сторон Великой Ачины, головная задача громадско-патриотичной акции «Зародный край». Двери с нею минулого года, местовая молодость займалась доследшей деятельностью. Супрацовники районной больницы собирали информацию об военных шпиталях, которые находились на Дубровской земле. Местовый коммунальник зарабил документальный фильм об протезанском руху, а лицей – электронную версию географии войсковых похований. Мы считаем, что эта акция очень актуальна, так как мало кто знает, вернее, в основном люди знают о Великой Ачины войне, общую информацию какую-то. Но мало кто знает, как проходило освобождение, как проходили бои у себя в Малой Родине, то есть возле своего дома, на своей улице. И еще одна акция, накереванная на захование памяти об удельниках Великой Ачины. Угод Малой Родимы у Дубрыши почали открытие мемориальных дошек на улицах, яке названы именами героев. 17-годовая уроженка Дубрыша Рыма Шаршнева подчас находжения в партизанском отраде закрыла своим телом абразуру ворожьего ДОТа. Девчина пасмиротно узнагороджена орденом Червоного Сяга. Добрушанин Илья Уласенко звание Героя Советского Союза Улица начальше имена Героев Советского Союза Романова. Он у нас работал на бумажной фабрике Героя Советского Союза. И Полина Осипенко за беспосадочный перелет Москва-Дальний Восток в Тринске году. Улица тоже на что имя. Вот хотим до конца года эту работу завершить. Сярод запланованных на этот день мероприемцев прием ветеранов займает одно из центральных местов. Сегодня в Дубрышском районе их засталось всего 24 и не все сдали не прийти на свято. Подорунки слово-веншаванне и концертное номары 75 годов тому Дубрыш сал пятым районным центром Гомельской области який был вызванен от нацистских захопников. Олег Сентеров, Валерий Капанько, телерадо и компания Гомель. Протягиваем выпуск. Гомельская областная организация Белой Руси одна самых левших Украине. Такую выснову подчас сустречи с ее активом зарабил старшиня республиканских громадских объединений Геннадь Давыдько. Зараз агульные намагания треба сконцентровать для вращения новых задач. Подробностей у наступным материалям. Подороже по регионам Геннадь Давыдько почал минавита с Гомеля. То и на кольки эффективно працует областная организация Белой Руси, да и на гэта безумовная права. Тут есть вельми добрые приклады того, как правильно осаблять державную политику у житем. Вядома, что громадские организации гэта великая сила. Гэта не только махчимость организации множества мероприемств, у яких з нетерпением чакают, например, школьники и студенты. Не только конкурсы, до яких стара нарыхтуются творшие люди, и не только спортивные споборнисты, у яких за все дезэнтузиазмом прымают удел жихары Гомельщины усих узростов. Гэта и допомога в вращении социальных питанья, а так само активный удел у громадско-политичным житти краины. Мы общественная сила, которая подставляет плечо государству, которая реализует идеи государственной политики, стабильность, социальная направленность нашего государства. Наши, члены нашей организации, которые интегрированы и в законотворческие органы, и в исполнительскую власть, они осуществляют вот эту политику. Более того, мы просим у государства дать нам больше полномочий, больше нам довериться в исполнении, опять же, в первую очередь, идеологических задач. Зараз у Гомельской областной организации Белой Руси звыч 25 тысяч человек. Каб працаваць с таким великим коллектывом, шмат уваги надаецца навучанню ягу активу. Каб эффективно выконвать свои обовязки, необходно постоянно повышать узровень профессионализму. Абгэтым ишла размова на сёняшней сустрече с Янадзем Давыдьком. А кроме того, областная организация Белой Руси почала рыхтоваться до новогодних мероприемств и акций. Мы с нетерпением ждём Нового года, потому что придёт череда наших акций. В первую очередь, это в Новый год с Белоруссией, когда мы собираем, организовываем ёлки для детей, для детей наших активистов, для детей из многодетных семей, когда мы дарим подарки. Это чудесное время, которое мы все с нетерпением ждём. В конце ноября идёт наш традиционный конкурс наследия, который в этом году посвящён Году Малой Родины. Это конкурс работ среди учащихся средних специальных учебных заведений, профессиональных учебных заведений. Так само Белая Русь обьяцаясь девить новыми проектами, які обовязково застанутся у памяти Жихаров Гомельской области. Марина Джалая, Дмитрий Котов, Александр Харлампов, телерадиокомпания Гомель. ДАЦ НЕРУХОМАСТІ, ЯКАЯ ЗАСТАЛАСЯ НЕЗАПАТРАБАВАНАЙ, НОВАЕ ЖИЦЁ. Гэта адна з задач, якая востра стаїць перад Камітэтам Гомель АБЛУМАЁМАСТЬ. Пакінутые аб'єкты трэба выкрыстоваць і активно утягваць у господарчий аборот. Для гэтага регулярна проводзяцца аукційоны. Так, зараз для організації і поширэння ПАДРАБЯЗНАСТІ У НАСТУПНЫМ СЮЖЭТІ. У АПОШНІЇ ГАДЫ Гомельская в область лідіруя па колькасті аб'єктаў, які набыли новы гэсподароў. Ніхта даўно мараў аб' открыті ўласны справы, шукаў падыходячі площы, інші дякуючі такім аб'єктам змаглі палепшыць свай жылёвыў умовы. Накерункаў для надання новы га статусу старым будынкам Мноства. Сюліта ў гасподарші абарот патрыбна було увесці шістьсот аб'єктів коммунальныў ўласності і адкрытых акціонерных таварыстів. Зараз гэтаў работа зроблена на шэйдесят пять процэнтав. Основны спосаб купіць помяшкання прас аукційоны. Зараз до продажу готовы амаль шатырыста аб'єктів нерухомаці. Зіх каля ста сорока можна набыць ўсяго за одну базову величиню. Всем жалаючим приобрести недвіжимост сегодня государством установлен ряд преференцій і льгот. Це в першу черзі пониження начальні ціны продажи вплоць до базової величині. Гатовы і до продажу аб'єкты Гомель Аблбуд знаходяться у восьмі райцентрах в області. Сяротых Жлобін, Добруш, Гомель, Шачэрск і інші. Гэта вытворчай площ із необхідной інфраструктуры і особны аб'єкты нерухомаці. Площе 20 квадратних метрів до 9,5 тисяч. До уделу гандли рыхтуюць і об'єкты Гомель Аблбуда у кранівців Гомельського района. Здесь є імущество Гомель обустроє, котре буде вставляться на аукціонні торги в зв'язі з тим, що сама організація знаходиться в стадії банкротства. Ми знаходимося возле здання производственного корпуса. Здання большое, площадь його порядка 6 тисяч квадратних метрів. Оно пригодне для производства деревооброботки, для производства строительних конструкцій, то есть предложено на продажу. Ещё в этом комплексе буде входить котельная і сушильні камери. За цим зданням знаходиться здання склада, а також при выезде административне здання проходна. Весь комплекс буде стоити сами здання в районі 2 млн 300, но в інтересах покупателей данная площадка буде разделена на лоти. Усю інформацію об аукціонах можна удокладніть у спеціалістов комітета «Гоміль Аблмайомасть» по номері 70 13 88 альбо знайсці на офіційным сайте. Марина Джалая, Настасья Кучинська, Александр Харламп, Утелі Радуя Кампанія Гоміль. Кастрічнік, Месяц Добраў Парадкавання. Разом з обновленнім центральніх вулиц у Гомілі протягваецца рамонт дорожнага покрыця на дворовых територіях. Наша здымочная бригада разом со спеціалістами Абл-Выконкама і працтавніками адказных службів праехала па вулицах Горада і паглядела, які двары паспелі привести у парадок. Каб адрамонтаваць ўсе тротуары дарожкі вакол шмат паверховок патрыбны великі груші. Тому рамонтуюць па меры махчымаці. Нікаторые гомільскія двары ўапошній місяц затрымалі цалкам новае дарожнае пакрыцё. Недзі провіли ямачны рамонт. Побачз домам на Мазурова 52 абнавіли асфальт. На Целегіна 17 ў належны стан прывіли увесь двор. На Жарковськах дворовые територі рамонтаваць пачалі некалькі гадоў тому. Зараз на уздовж шырагу дамоў дарожкі атрымалі свежі асфальт. Прыгожа стала і побачз домам на Селянскай 35. Данная дворовая територія был выполнен текущий именно ремонт асфальтового пакрыця, каторе дзіз находяцца. Сделалось оно именно картовым метадам для улучшэня именно пакрыця і оно делается именно сплашным пакрувом вабы избежані уже абразавані ямак. І так як ўже ямачны ремонт дзіз і ранію правадзылся, он не сільно дзіствует, паэтаму именно на этой дворовой територі ўже применял метад метадам укладкі асфальта именно пакарта. У Гомілі большак 1800 дворовых територі, які адносяцца да коммунальнага жылёвага фонду. Харвыконкам распрацаваў па адрасны план-графік рамонту падязных дарог і пешаходных дарожак. Сюды ўключылі каля 740 дворов. Кап привести іх ўналежны выгляд, горад выделів 400 тыс. рублёв. Звыж 130 дворов, дякуючы гэтаму, шасткова абуцалкам абнавіліся. При обращении граждан по вопросам благоустройства дворовых територій, если не обращаются к нам или, например, на службу 115, значит, наши специалисты выезжают на место, оценивают необходимость проведения ремонта, оценивают объёмы. И если данная дворовая территория не стоит в плане по проведению работ, то мы обязательно её туда включаем и работы обязательно будут выполнены. Парады кугомельських дворах протягнуть-наводзіць, пакуль будзе дозволяць на двор'ям. Марина Джала, Игор Марышенко, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Сегодня у Гомеле отбылось и областное свято, прысвеченное Дню работников культуры. На урачистые мероприемства запросили сучасных супрацовников и ветеранов Галины, людей, які амают звань ненародных и заслужанных. Их работа организовывает свято и фестывали, сдымать кіностушки и працаваць в библиотеках. Але сёння співаюць і танцуюць для іх. Культура – гэта падмурок, на якім развіваєцца нація і ає творчий потенціял. У привітальній мадресі старшыні Гомельськага Аблывы Канкама асабліва падкресліваєцца «Наша багатая самобытная культура важны ресурс соціяльно-экономічного развіця регіона». І в якості падзякі за самаданную працу і вернасть професії узнагороды адміністерства культуры, областных, савета депутатів і виконавчага комітета Галіновага правсаюза. У Гомельськай в області великий потенціял для развіця туризму. Аб гэтым сёння поведамі у міністры спорту і туризму нашій країни Сергій Ковальчук. Сёння йон наведав наш регіон. За пошні гады для развіця Галіны зробліна шмат. З'являюцца нова місця отпачинку, спортивны аб'єкты, распрацовуюцца туристычныя маршруты, надаєцца увага сучасным трэндам – развіцю медыцинськага і вытворчага туризму. Аднак резервав шмат. Доля туризму з усвєтным валавым унутраным продукту більш як 10%. У нашай країні гэты пакашчик меншы амалю 10 разов. Багатая гісторая і прихожось природи дозволяюць притягнуць увагу замежних гостей. Необходно, ефіктывна і подоступна цяне продаваць туристычныя послуги. Для цього треба нам систему авіаційного транспорта розвити нормально, щоб це було доступно для людей, щоб це було комфортно, тому що сьогодні люди що саме основне цінят? Цінят время. Тому, коли ти приїдеш в Минск, а потім з Минска 3-4 часа треба добиратися в Гомель, а потім обратно, це не зовсім просто. А якщо б це був аеропорт, також як в Минскі, к примеру, коли людина мог себе позволити сесть, перелететь в другу страну, естественно, услови надо і в цьому направліне работать. ГТ, а так само інші новини, ви можете знайсці на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by Далі у ефірі де-факто і спортивні огляда. Я з вами розвідваюся. До нових зустріч у ефірі. В ефірі де-факто в студії Александр Гамоля. Здравствуйте. Помощь оказалась рядом. Сотрудники МЧС помогли на стройке осуществить спуск травмированного мужчины. ЧП произошло в Кумеле на улице Гвоздичная в строящемся частном доме. Медики не смогли самостоятельно спустить со второго этажа мужчину, который получил перелом руки, таза и бедра левой ноги. Понадобилась помощь сотрудников службы спасения. Взяв жёсткие носилки, работники МЧС смогли спустить пострадавшего через законный проём. Тяжело травмированный мужчина был госпитализирован. Сразу несколько попыток незаконной перевозки лома чёрных и цветных металлов пресекли правоохранители за прошедшие сутки на территории Гомельской области. Сначала в ходе специальных контрольных мероприятий сотрудниками ГАИ и ОБЭП на автодороге Гомель-Кобрин был остановлен автофургон «Фольксваген», в кузове которого находилось около 350 килограммов цветного и около 150 черного металла. А затем в Добруши милиционеры обнаружили грузовик, который был загружен аналогичным добром, практически под завязку. Среди металла, судя по всему, оказались краденые могильные ограды. Правоохранители уже начали проводить проверку по этому факту и инициировали в отношении перевозчика административный процесс. Сотрудниками ГОСАВТОИ и совместно с сотрудниками ОБЭП проводятся на постоянной основе профилактические мероприятия, направленные на незаконную перевозку черного металла, цветного, также спиртосодержащей продукции, продукции животного происхождения. Стоит не лишним напомнить нашим гражданам, что за данную незаконную перевозку наступает как административная ответственность, так и уголовная. Причиной ДТП на улице Кирова, где водитель такси на округовом пересечении с улицей Комсомольской врезался в металлическое ограждение, могло стать резкое ухудшение самочувствия таксиста. Об этом сообщили в областном ГАИ. Вот эти кадры, сделанные очевидцами. Предположительно, водителю стало плохо, в результате чего он потерял управление своим автомобилем и на кольцевой развязке поехал прямиком на тротуар, где столкнулся с забором. Пассажиров в такси не было, водитель умер до столкновения, о пострадавших пешеходах не сообщается. А это столкновение заставило изрядно понервничать пассажиров уже маршрутного такси. Трактор, выполнявший работы по укладке тротуарной плитки на улице Советской, зацепил машину ковшом. По словам очевидцев, водитель стал сдавать на проезжую часть задним ходом. Далее последовало столкновение. К счастью людей, которые ехали в маршрутке, трактор ударил ковшом по кузову, а не по боковому стеклу автомобиля. В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГАИ. Сотрудники милиции разыскивают парня, который руками едва не выломал входную металлическую дверь подъезда. Это стоп-кадры системы видеонаблюдения дома номер 144 по улице Советской областного центра. Парень никак не мог попасть домой и решил применить все свои силы. В итоге имуществу дома был причинен ущерб. Правоохранители разыскивают нарушителя, а те, кто узнает парня по фотографии, просят позвонить по номерам телефонов, которые сейчас на экране. Таков обзор происшествий. К этому часу оставайтесь с нами и берегите себя. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На Белоруссии Терегомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Минске стартовал 16-й международный турнир по боксу, посвященный памяти героя Советского Союза Виктора Ливенцева. Соревнования являются тестовыми к Европейским играм 2019. На ринг выйдут спортсмены из Беларуси, Китая, Хорватии, Англии, Израиля, Италии. Всего около 20 стран. От Гомельской области выступят 18 человек. Сегодня прошли предварительные бои. На завтра назначены полуфинальные, а на субботу финальные поединки. Юношеские команды футбольного клуба Гомель провели очередные матчи в рамках первенства страны. Все игры проходили на выезде. Старшая и младшая возрастные группы встречались со сверстниками из Солигорского шахтера. Первые уступили со счетом 1-0, а самые юные гомельские футболисты смогли довольствоваться минимальной победой. Также с показателем 1 забитый мяч и 0 пропущенных закончили матч спортсмены 2002 года рождения. Еще одна юношеская команда крупно уступила в Минске 3-0. Вторая команда хоккейного клуба Гомель продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице высшей лиги. В очередном матче вновь обыгран новополоцкий «Химик-2». Как и ранее, гомельчане к первому перерыву забросили три безответные шайбы. Далее игра слегка выровнялась, однако хозяева полностью контролировали происходящее на ледовой площадке. В середине матча на время показалось, что интрига возродилась, когда гости за три минуты дважды поразили ворота гомеля. Однако встрепенувшись, подопечные Владимира Магдеева продолжили забивать и довели дело до уверенной победы. Итоговый счет 6-3. В городе Малорита Бресской области завершилась гандбольная лига среди юношей 2005-2006 годов рождения. Участие приняли почти 80 юных спортсменов. Команда Гомельского областного центра Олимпийского резерва на этих соревнованиях заняла первое место. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...